Девушки отдыхают Я сейчас не сравниваю ни в коем случае Но у меня есть сольная программа Которая будет вмещаться вовнутрь мероприятия Где нахожусь я со своей сольной программой И моя Непара Непара это группа Сколько человек? Потому что там 500 человек примерно на фотографии было 9 человек 9 человек Это получается музыканты И вокалистка Бэк-вокалисты и я Про что мы говорим вообще, ребята? Про какое мероприятие? Про какое мероприятие речь? Саш, скоро выступать будешь, правильно? Да Я скоро выступаю Непара выступает И Александр Шоу выступает Крокус Сити Холл 29 февраля Старая новая музыка Всякая всякая разная Кто, короче говоря Кто разводится накануне Давайте все к нам Слушай, я смотрел Я смотрел интервью И там на самом деле Красной линией проходит Вот эта вот история Не про разводы, конечно Но про какие-то Тяжелые Взаимоотношения Между Женщиной и Мужчиной Вот Безусловно Тебе близко? Расскажи, пожалуйста, эмоции А кому не близко? Согласен полностью Возьмем любой Литературный источник Любой абсолютно Так, му-му Не подходит Так, дальше Ну, перестань Да я дурач Да, да Но Если взять Если взять Любовь Да Открытую То Ради Ради Искры Автор Обязательно Туда Вписывает Скрытую Да Обязательно Есть Человек Персонаж Или несколько Которые Страстным образом Испытывают Какие-то чувства Ну, я понимаю И они не разделены Обязательно И это все Из жизни Это же не из головы берется Слушай Когда в театралку ходил Нам рассказывали Что всегда должен быть конфликт То есть Никогда Не нужно Вот это вот Когда все Не резонирует Так, грубо говоря Вы вместе Да Это никому не интересно Вообще Но, тем не менее Приходят артисты Ко мне И мы с ними общаемся И вот Ну, большинство Абсолютно И я полностью Это придерживаюсь Что чаще всего Вдохновение Музы И вот эта вся Вся история От разрушения идет То есть Когда что-то Ну, сильно давит На тебя Деструктив Деструктив Порождает новое Что-то После себя Безусловно Вот, абсолютно верно Но есть те Кто приходит и говорит Вот мне больше От хороших эмоций идет Творчество Покажи мне его Ее, но показать не смогу Потому что Ее? Да, к сожалению К сожалению Но выдай секрет Ладно Ну, что я буду Ну, выдай секрет Я не помню Кто это от радости Песни пишет Я просто хотел бы знать Слушай, слушай Мне сложно будет сказать Потому что Надо посмотреть список Людей, которые Приходил Чтобы вспомнить Чтобы вспомнить имя Но Тем не менее Сейчас Ай, хитрец Ладно Ну, видишь, такой человек Музыку мы с тобой послушаем И потом обязательно Я все расскажу Да Ну, ребят Буквально несколько треков Барочку мы должны Отлечься На танцевальную Нашу любимую А потом продолжим Общаться с Александром Нихуда не уходите Деск Ассент Прямо сейчас Еще раз Еще раз Большой-большой привет Мы тут с Эфиром Немножко коснулись Темы твоего дня рождения Пятьдесят лет Пятьдесят лет Сполнилось Тебе не так давно Ну, как оно? Расскажи, пожалуйста Как оно по эмоциям Как себя чувствует человек Которому уже больше пятидесяти Да, да Именно это хочу сказать Прекрасно Я практикую Как это называется Cold water therapy Ага, ничего не понял Терапию холодной водой Опа-на Что это? Ну, вода пять градусов Максимально десять У меня сейчас проблемы С водопроводом дома У меня такая же история То есть, горячую Ключительно не идет То есть, у тебя как раз Cold water therapy, да? Я, конечно, Cold water Я немножко плачу Но в целом, в целом Нет, ну, конечно Принимать ванную нельзя То есть, и душ принимать В холодной воде Это вопрос Исключительно, скажем так Ты должен определенным образом дышать Садишься в эту воду Дышишь определенным образом Голову не мочишь Нельзя ни в коем случае Вот Отъезжаешь там в этой воде Не хотелось бы За два, за две минуты Эта вода убьет Да Поэтому там есть пределы Которые нельзя нарушать Баловаться нельзя Но чувствую себя великолепно После, да? После, да Весь в иголках таких Как будто на елку меня положили Вот примерно вот так Ну, что ж Весь просто в иголках Бодрый Настроение прекрасное Ну, в общем, вот так И самое интересное Этот заряд До следующего утра работает А ты каждое утро это делаешь? Да, безусловно Уже много лет Да, ну это уже вау Тебе, наверное, получается Ты вот футболка Перешел по улице, да? Судя по всему Нет, у меня на всякий случай есть пальто вон там. Я имею в виду, что не один товарищ, у меня есть такой товарищ Тверской, вот, он такой взрослый человек по мышлению по-своему и вообще в принципе сам взрослый. Ее мне говорят, Саня, ты брось этой фигней заниматься, ты либо виски бухай, либо в холодную воду садись, иначе умрешь где-нибудь посередине. Надеюсь, ты выбрал второе, надеюсь, ты выбрал второе, потому что на радио мы такое говорим. Слушай, насколько я знаю, ты же еще человек ярких эмоций, у тебя мотоцикл, да? Ты катаешься на таком виде транспорта. Отпустил чуть-чуть? Нет, меня это уже не так радует, как раньше, но я катаюсь. А что сейчас радует тогда? Смотри, вот я раньше подходил к мотику, да? Да. У меня сердцебиение сразу учащалось, потому что я понимал, это адреналин. Да. Но когда я пересел на мотоциклы, там типа Харли Дэвидсон, БМВ или что-то такое, ну, не спортивное. Да. Вот эти ощущения у меня притупились. То есть, я стал таким солидным, солидным, но без пуза. Да. Ну, подожди еще. Надо уже начинать. Не-не-не. Не моя история. Хотя у меня бывает иногда месяц-два в году, где я там даю себя оторваться, потом все это... Остальные девять я там, чтобы вернуть. Ну, в общем, это, конечно, определенная степень свободы, безусловно. Потому что, когда ты едешь на мотике, особенно на таком расслабляющем, скажем так, как там какой-то Харли или что-то от Круизер, тебе, твоему взгляду встают вещи, которые ты во время езды на машине не видел никогда. Вот ты тысячу лет будешь ездить по этой дороге на машине. Так. Сядешь на мот и совершенно... И совершенно другая эмоция у тебя будет от увиденного. Ну, конечно, между полос ты ездить на машине не получится. Я, кстати, не наглею, ты знаешь. Молодец. Абсолютно правильно. Потому что, ну, беречь себя нужно, это постоянно. Окружающих надо беречь, наверное. Вот, это тоже верно. Ребят, мы вас бережем тоже, чтобы слишком долго вы нас не слушали. Да, послушайте музыку. Послушайте музыку, потом вернемся непременно и продолжим общаться. Мы продолжаем общаться с Александром Шоуа, группой Непара. Еще раз огромный привет. На всякие странные, отвлеченные от музыки темы. Да, кстати говоря, но к музыке мы обязательно вернемся, потому что мне интересно с точки зрения человека, который спрашивает, наверное, и музыка, и человек, который эту музыку создает. Потому что, ну, все всегда понятно, что человек вкладывает себя в творчество свое, и в целом это как-то, ну, мне кажется, что это важно, в общем-то. Ты идеалист, ты идеалист. Я идеалист 100% абсолютно. Да, ты идеалист, ты живешь идеалами книжными, ты цитируешь маститых авторов, которые, вслед за которыми мы идем, все те, кто такие же идеалисты, как и ты. Но открою тебе глаза. Так. Не все те, кто пишут музыку, вкладывают собственного себя вовнутрь того, что они делают. Потому что очень часто, очень часто, особенно в последнее время, музыка из себя не представляет ничего, кроме набора определенных звуков. Мне даже интересно стало. во-первых, поправлю немножко, открою глаза. Ты говоришь, у меня фамилия Кротов, так что, знаешь, я все-таки с закрытыми глазами следую за своими идеалами. Во-вторых, давай поговорим по поводу этой истории. А как ты думаешь, это вредно для творчества, для людей, которые эту музыку слушают? Для бизнеса это не вредно, это полезно. Ты себя не тратишь. Да. Для бизнеса, пожалуйста. Вот если вдруг попадается человек, который на 100% следует, ну, не идеалам своим, а исключительно бизнесом руководствуется, у тебя какое отношение к нему? Я поддержу его, безусловно, потому что в его замысле будет коммерческий смысл. Да. Да. За душой обращусь к другим источникам. Что тебе важнее в твоем творчестве? В моем творчестве мне важно, чтобы те люди, которые приходят ко мне на выступление, к нам на выступление, каждую песню, каждую секунду испытывали те же эмоции, что испытываю я. Когда произношу что-то, когда какую-то ноту пою, внутри которой есть текст, и даже если это просто музыка без текста, и какая-то мелодия вокально исполняемая, в ней все равно есть мое сердце, потому что по-другому и быть не может. То есть я с технической точки зрения абсолютно скромный человек. Я имею в виду как вокалист. Да. И хотя многие считают меня каким-то там супер-супер вокалистом, я считаю, ребята, супер вокалист, это совсем другое, нежели то, что представляю я собой. Я могу красиво прочитать текст внутри музыки. Да. А вот технически одаренные ребята, это совсем другое. Их невозможно слушать долго. Опа. Да, как ты думал? Ну, это же любопытно даже. Да, ну а как? Ну, кроме физкультуры и техники, там ничего нет. Угу. То есть надо всегда середину искать, да? Это к разговору о душе, и что важно. Важно, важно, безусловно, важен баланс. Например, представь себе Олега Митяева, если можно на этом радио говорить слово Олег Митяев. Так. Представь себе чувака, который с гитарой покорил всю страну, поет свои песни совершенно просто. Угу. И тут рядом с ним выходит выпускник гнесинской, там, гнесинской, там, короче, вокальной какой-то там истории, у которого ни одной живой ноты нет, просто ни одной секунды нет без, без пассажей. Угу. И он вот, он так видит, понимаешь, но чушь. Слушай, мне кажется, это, знаешь, какая-то история про ремесло и про искусство. Вот это такая же вещь, есть люди, которые рисуют картины с точки зрения, ну, допустим, идеально перепишут какого-нибудь именитого мастера и человек, который, и рисовать-то не умеет, но рисует от души, чтобы вот вызывать эмоции у людей. Это разные вещи. Помнишь фильм Сума и Турман «Идеальный любовник»? Помнишь? А вот это, вероятно, не смотрел, но может быть, те, кто слушает нас. Посмотри, там она галеристка и продает какую-то мазню взрослому, ну, уже богатому парню. А парень стоит, смотрит на это и говорит, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам. Там реально, ну, мазня просто. Понимаешь? Ладно, давай с тобой перейдем к игрушечке. Игрушечка очень простая, жим или жим-жим. Мы с тобой за эфиром правила объяснились. Да, объясняю еще раз правила тем, кто не знает. Жим-жим, это когда, типа, не слабо, а жим-жим, это когда слабо. Все абсолютно верно. Ну что, ты готов? Готов, конечно. Ну, поехали. Отрастить себе длинные усы. Да легко. Готов на это. Начинай. Так, крикнуть, как чайка, прямо сейчас. А как чайка кричит? Ну, как-то попробуй. Например, вот так. Кидайте рыбку, ребят. Ставить себе золотую зубку тут спереди. О, жим-жим. Не хочешь ли? А ноготь вот тут отрастить. Жим-жим. На мизинце? Это для ушка? Абсолютно верно, чтобы читать было удобно. Продать права на песни другая причина? Да черт из два. Ну, уверишь. Заплакать на камеру если потребуется? Жим. Это можешь? Да. Ты в это умеешь? И давай последнее, записать трек в ТикТок формате для соцсетей, вот это, без души. Блин, все равно получится, что там живой человек, да, там будет. Все равно вложишь в себя, это абсолютно верно. А почему золотой зуб не хочешь? Ты думаешь, тебе не пойдет? Тебя все остальное не смутило, да? Только золотой зуб тебе. Прыгаем с тема на тему, это важно. Вот она такая, динамику поддерживает. Ну так что, золотой зуб? Не, золотой зуб, нет. Не хочешь? Нет, не хочу. А усы, вот это вот? А у меня папа носит усы, кстати. Мне, кстати, тоже всю жизнь вообще. Всю жизнь. Да. Вот, поэтому в целом. Так что нормально. Михаил Сергеевич Боярский носит усы. Ну, видишь, какие уважаемые люди. Так что, почему бы нет? Тут встречаемся с усами, получается. Ладно, ребят, нам надо музыку послушать, немножко прям по курсу. У нас Дэвид Гетто, Стефанжело, Baby, When the Light. Так что делайте громче, попозже вернемся дальше общаться. Очень красивая. Очень красивая женщина, да. Александр Шоу, еще раз большой привет. Так, Саш, ну давай, мы сейчас будем твой трек слушать, но перед этим хочется, может, какие-то истории от тебя послушать про выступление. Что вот там будет у тебя в Крокусе совсем скоро, в конце февраля? Крокус, фокус, фокус. Вот, выберите одно что-то и идите туда. Так вот, будет большая программа, ну, примерно на 2,5 часа, 2,35, примерно. Слушай, это много. Ну, 2 часа чистой музыки плюс полчаса болтовни. Ну, как всегда. вот это хорошая вещь, потому что, когда ходишь на выступление кого-то, очень хочется послушать мысли человека, и многие этого не делают, и это, мне кажется, абсолютное упущение, потому что общение, это очень важная такая связь. Музыку можно и дома послушать, там будет по-другому звучать вот эта вот студийная запись, а здесь ты больше вот за живым чем-то таким. Конечно, это очень важно. После каждой песни что-то приходит в голову, обязательно надо говорить о том, что ты видишь перед собой, чьи глаза тебе нравятся, то есть с кем вместе ты дышишь. Их присутствие в этот момент так же важно, как важно присутствие музыки на сцене. Да, абсолютно. То есть без зрителя никакого концерта не может случиться. Соответственно, игнорировать их присутствие ни в коем случае нельзя. то есть это интересный момент, когда происходит вот такой контакт нескольких людей, скажем так. Что-нибудь было за последнее время какой-нибудь неожиданной реакции зрителя на выступление? Не знаю, кто-нибудь вышел или встретил себя, рассказал какую-нибудь душущипательную историю по поводу того, что там, не знаю, что-нибудь случилось? Ты знаешь, кроме того, что люди встречаются и после развода снова встречаются, и я сразу говорил, когда мы выступали у этих людей на свадьбе, например, я сказал им, ребята, группа Непайра может выступить на вашей свадьбе, но петь песню, под которой вы будете танцевать, можно я сам выберу? Не танцуйте, они знакомы давно, но только не суждено быть им вместе. Первый танец молодых, как такое может быть? Там любовный треугольник, там катастрофа, там, ну, любовь, смерть, человек заново рождается, потом опять куда-то девается. Ну, то есть, это плохая примета, ребята, давайте я вам другую песню... Нет, хотим эту. Разводятся, а потом через год приходят на концерт, уже смотрю, он ей цветы дарит снова. Я говорю, конечно, интересно, может она соскучилась по цветам, может ты ей больше никогда их не дарил, то есть, вот такая интересная история, да. Слушай, слушай, ну, это хорошая манипуляция со стороны женщины, но, правда, это конкретный шантаж. Да, это шантаж, точно. Ну, что ж, пока ты не начал шантажировать, поэтому мы прямо сейчас сразу перейдем на твою песню «Другая причина», послушаем ее, потом дальше продолжим общение, ребят, никуда не уходим, слушаем. Ну, мне кажется, ремикс звучит шикарно, мне кажется, классно, хорошо, свежо и приятно. Ну, от человека, который каждый день слушает ремиксы, это похвально. Спасибо, спасибо. Так, ну что, но кроме этой песни, которую мы уже давно знаем, кажется, что-то новое грядет, Саш, на твоем выступлении. Да, песня, будет представлена новая песня среди всей большой программы, которая называется «Сила притяжения». Песня к нам приехала из Волгограда, вот, да, ее написала прекрасная девочка, сейчас автора держу в секрете, объявлю на концерте, выведу ее на сцену, подарю ей цветы, будет красиво. Ой, слушай, очень хорошо, она знает об этом? Мой директор сейчас хочет спросить, а почему ты мне не даришь никогда цветы? Судя по ее реакции, так оно и есть. Музичка, напиши одну песню, пожалуйста, хоть одну. Слушай, Саш, тогда сразу такой логичный вопрос, есть ли в этой песне кто-то третий в отношении, который там... Ты понимаешь, там какой интересный момент? В небо для тебя взлетают самолеты. Так. Мне хочется додумать дальше, что может быть. Ты лети сама? Билеты дорого стоят, извини. Понимаешь, там признание до такой степени резкое, прямо настоящее, искрящееся, что там конфликт не нужен. Вот это первое чувство яркой влюбленности. Абсолютно. Когда тебе кажется, что ради этого человека все в этом мире происходит. Даже самолеты взлетают ради нее. Слушай, ну это очень красиво, это очень красиво. Ты знаешь, да, анекдот, когда... Вот сейчас хоть бы нематерный. Так, слушаю. А тогда не буду. Расскажешь ему на концерте, Саша. Спасибо большое, что пришел. Вы знаете, ребят, тоже куда приходите. Саша, еще раз напомню, Крокус... Крокус Сити Холл, 29 февраля, друзья, все за музыкой, приходите. Да, и за чувствами обязательно. Саша, спасибо большое, что пришел. Спасибо тебе. Приятно было пообщаться. Очень классно, хорошо, душевно, это самое главное. Ребят, я тоже на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Далее здесь Чё к чему шоу. Тема, встречайте его. Я думаю, он вам тоже много чего любопытного обязательно расскажет.